концепция питания покритиковали мы что не хорошо питаться как все так что же делать вот есть такой термин который может объяснить это концепция питания которая вам поможет в переходе на здоровое питание которое будет вас вести к нашему внешнему виду к идеальной массе тела к ожидаемой высокой продолжительности жизни называется она интуитивное или природосообразное питание вот эти термины тоже использует наталья кобзарь автор замечательных книг по природосообразному питанию алексей стерлингов тоже своих лекциях рассказывает об этом и мне тоже эта тема близка она хорошо очень объясняет помогая человеку понять как же правильно питаться вот и тут принцип 1 это естественности природности то есть при этом сама подсказывает что что можно есть что нужно и что нам нравится и не руководствоваться только умом то есть только вот книгами рекомендациями в интернете что вот надо есть только там например люди которые на средине неопытные они творят но орехи это сыра и да будем на них орехах и срывает свой организм и возникает болезнь то есть сыроедение тоже нужно знать эти правила законы как на него переходить или смешать например сладкое с белком тоже будет проблемы с кишечником и обострения и на живом питании если это неграмотно человек перешел это могут и волосы выпадать и ногти человек начинает хуже выглядеть чем был на смешанном питании еще один принцип интуитивного питания это доверять себе своему телу своей интуиции а для этого нужен как раз контакт с душой и что немаловажно получение удовольствия от еды вот когда я начинал свою практику от осознанного питания это была мысль что я чего-то отказываю жить ну раз я уменьшаю рацион привычной еды значит ну я не буду меньше удовольствия получать жизнь я так думал но на самом деле сейчас я испытываю больше радости удовольствия жизни чем то согласие со своей душой и с телом если вы слишком сильно торопитесь и душа через тело еще не успевает перестроиться то будут проблемы будут срывы я знаю многих таких вот людей которые быстро там перешли на осознанное питание до мало единия даже но не проработали свои таки по-прежнему живут от ума и невозможно постоянно себя контролировать и через волю управлять собой рано или поздно накапливается невыводенный потенциал и чек срывается и такие люди не скатывал откатываются и на мясоедение и на там срывается жестко а потому что торопились и потому что вот чувство собственной значимости эго вот вот я все знаю теперь а и не было радости истинной радости вот удовольствие от еды поэтому на самом деле вот движение к осознанному питанию это здорово это весело это вкусно интересно это облегчение вашей жизни на самом деле меньше времени вообще тратите на готовку значит меньше нужно вообще тратить денег на еду на самом деле если так посчитать все вот денег намного меньше уходит но и все это время конечно пойти достать приготовить хранить вообще сейчас вот если много дел то я с радостью захожу на разводочный день столько лишних дел отваливается столько времени проявляется шикарная энергия еще вырастает да какие вот мои рекомендации по переходу на на эволюцию питания свою но я рекомендую конечно сначала перейти к от смешанного питания к веганству от веганства к и не ставить себе там цель сразу же стопроцентная поставить там например за один год на 50 процентов перейти на следующий год на 60 на 70 процентов и постепенно двигаться то есть не ставьте себе там быстро там за месяц за два за три может кто-то и может достичь но это будет опять же таки через волю через ум и кайфа не будет чек потом как правило откатывается и уже не верит никакое здоровое питание сразу себе составить плана два-три года лучше найти наставников людей кто уже на живом питании вместе с доктором конечно тоже очистить организм от токсина помочь ему быстрее перестроиться что любая хроническая болезнь или там хроническая глистная инвазия паразитарная она будет мешать человеку перейти на здоровое питание этот дисбактериоз он будет ему мешать могут быть даже разные последствия как то там проблемы волосы ногти и кожа слабость резкая потеря масса тела так далее обязательно подключайте физические нагрузки работаю с психологией менять и окружение однозначно записывайтесь там разные есть сообщества кружки вот у нас киеве проходит каждую уже даже два дня в неделю по вторникам и по пятницам встречи с райском ресторане небос и ребята вот сами из что сыроед я иногда читаю там от ребята организаторы этого движения raw guard они просто читают лекции там делится своим опытом очень здорово если у вас нету допустим вашем населенном пункте таких сообществ то организуйте сами когда мы преподаем что-то мы углубляемся укоревняемся в этих знаниях одна из моих причин почему я с удовольствием откликаясь на просьбу провести вебинар встречу тренинг просто бесплатно потому что мне до самой эта тема интересна вот когда что-то даешь миру то тебе приходит новая информация новое понимание потом обязательно важно друзья сображдаться от эмоциональных блоков и от эго эго это чувство собственной важности это то что разделяет нас от мира то есть надо все-таки когда приходишь к пониманию что ты частичка целого ты клеточка человечества а тебе заботятся у тебя выделена твоя миссия и все в порядке то это вот сразу же живешь от души легко хорошо не не с кем не соревнуешься никого не хочешь там улучшить что-то доказать ты просто радуешься благодаришься когда же это еще идет обособленность тут я это отдельно мир это отдельно то вот это есть эго которая ну конечно разрушает и болезням приводит и к несчастьям и к страданиям по поводу того что будут откаты это однозначно это нормально то есть если вы будете пытаться разгудочные дни или что-то полезное фрукты овощи есть у вас будет тяга к старым продуктам это абсолютно нормально важно состраданием относитесь к себе и к своему телу вот наблюдать и осознавать себя вот я здесь вот сейчас на острове нахожусь и тут много очень ресторанов разных интересных и один из ресторанов называется бафедина то есть буфет то есть жиркий стол платите сумма определенной можете есть все что все что вы захотите вот у меня приезду сюда вот была такая тяга я ходил вот кушал многообразие ну я просто понимал что запрещать себя не нужно это тут никуда это будет еще и эмоционально буду себя плохо чувствовать в общем я себе позволил пару раз поездил все я успокоился мне уже это не интересно то есть то я вижу там всякие деликатесы все это продается мне уже просто это не хочется потом избегать запретов разных то есть не запрещать себе а заменять блюдо там писал про молочку про сметану окей можно сделать ореховые сметану можно сделать ореховое молоко вместо хлеба есть липцы вместо чего еще что еще такое вкусное ну в общем на сфераических этих мастер-классах все это можно всю эту информацию получить вот я например люблю сейчас делать оливье шикарно выходит ничего варить без картошки без сметаны все это делается разные десерты вкусные там манго с кокосом сделать вообще потрясающее что-то без никакого сахара без никакого там теста крахмала вот все это очень вкусно и полезно и главное после этой еды вам легко хорошо приятный запах от тела изо рта очень и вам не хочется спать вот наступит такой период и друзья когда от еды вы не будете уставать вот тогда уже точно не захотите вернуться обратно на смешанное питание да друзья напишите в чате вот какие у вас есть вопросы потому что я проговариваю чтобы это было эффективнее для вас преимущество тех кто участвует в вебинаре как актив есть возможность получить конкретный ответ спикера ваш вопрос так так вот по поводу еще вот пища это отличный инструмент для работы с особенностью потому что с помощью еды можно балансировать свои энергии вот в аюрведе целое есть направление которое рассматривает вкусы что тело нужно получить разные вкусы разные эмоции и бывает когда человек к идее надо относиться интуитивно воспринимать ее не просто как источник калорий как источник наслаждения удовольствия поэтому есть надо обязательно осознанно медленно очень надо есть медленно выключать телевизор когда вы скушаете один вы съедаете меньше между прочим есть из маленьких тарелочек лучше из голубого цвета это я прочитала сегодня это читал что синий цвет голубой успокаивает мелко резать на кусочки смаковать еду понимать себе понять что дело не в такое чувство жадности что вот быстрее кушаешь как будто у тебя заберут еду это может глубины наши страхи что еды не хватит нехватка всего а понимать что дело не в количестве еде в качестве то есть насколько я получу насыщение от этой еды то есть ешьте медленно смакуйте закрывайте глаза мне помогли в практике смакование еды слепые практики есть такие целые тренинги когда вам завязывают глаза и вы там перемещаетесь ходите я и кушал и входил вот в карпатах походе мы перемещались несколько часов слушали там птичек водопады все это перенос опять же таки наше восприятие от глаз к ощущениям вот да и когда мы получаем удовольствие это эквивалент энергии на самом деле человеку нужно совсем немного виды есть как и алексей стерлингов рассказывал своих вебинарах там он съедал после на малоедение 5 виноградинок ему хватало то есть настолько там смаховал и настолько там прокайфовал что энергии хватает поэтому по продуктам по питанию ищите то что вам нравится не только опирайтесь на пользу продуктам там много всего полезного бывает полезно но вам это невкусно вы выбираете то что и вкусно и полезно вот мой путь сейчас будет очень интересно я покажу свои фотографии подростковые детские до сыроедения вот уже два с половиной года я на сыроедение сейчас на процентов 95 таки вот здесь солнышко здесь тепло очень очень хорошо легко и более того что я снова года сейчас нахожусь на каскадном питании каскадные разводочные дни это день через день то есть первый месяц я день ел сыроедческую еду день я вообще не ел там пил только одну воду с медом с лимона а второй месяц от февраль я позволяю себе в рыжий день тоже вода с медом либо коктейль шейк очень классная методика и тело преображается и энергии больше но об этом я там покажу еще на слайдах вот и у меня была проблема это эмоциональный голод вот я с этим очень много и продолжаю над этим работать это все идет с детства конечно же недавно был в каком-то кафе и заметил как значит родители пришли с детьми накупили разные еды и ребенок ну немножко там поел и и все не хочет он больше там где-то между собой общается что бегают а родители говорят даешь даешь съешь я же тебя купила и вот тоже пришло понимание откуда у нас это вот повышенная значимость еды откуда у нас целая привычка к перееданию и потеря чувства насыщения когда мы не знаем достаточно уже есть или нет вот это еще в детстве здесь она закладывает что тарелка должна быть пустая или раньше где-то кормили по часам не по тому как ребенок заплачет или попросит грудь а вот пришло время два часа раз надо им дать грудь вот и вот сейчас я прихожу к тому что намного уменьшился аппетит ем я совсем немного легко переношу эти каскадные дни разгрузочные и вообще не возникает мысли там сесть какие-то запрещенные продукты времени просто их есть не хочется никакие шахлыки никого алкоголя там шоколадок ничего это просто есть не хочется если есть агату на сейчас это зеленый горошек здесь я покупаю замороженный новозеландский горошек это для меня это как вкусно это не пищевая зависимость я могу и без него быть но это вкусно